На нашем телеканале время дневных новостей. В студии Дарья Павленко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Возможности региональных законодателей используются, но нужна помощь и со стороны Федерального Центра. Борьбу с наливайками обсудили в правительстве. 30 точек роста появилось в этот учебный год. Расскажем, чему радуются школьники в Новодвинской гимназии и 93-й школе Архангельска. По 10 сентября голосовать могут те, кто в единый день будет отсутствовать дома. О ходе выборной кампании через несколько минут. Александр Цибульский призвал представителей Архангельской области в парламенте страны к работе по борьбе с алкоголизацией населения. Речь об этом шла в ходе оперативного совещания в правительстве региона. В первую очередь обсуждалась ситуация с так называемыми наливайками и необходимость создания новых механизмов борьбы с ними. Большая часть наливаек сегодня сосредоточена в Северодвинске. На мой взгляд, абсолютное уродство социальное нашего общества. И, значит, провели рейд, выявляем. Вот какие дальше последствия, я не могу понять. Неужели у нас нет ни одного правового механизма для того, чтобы без ущерба для добропорядочных кафе и организаций общественного питания бороться именно с этим злом? Вот я не могу понять. Вроде в Северодвинске уже не первый раз проводим. Почему-то у нас в Северодвинске концентрация этих наливаек. Ну, у нас же до безобразия. Вот там уже плевать на политкорректность, скажу откровенно. У нас часть из владельцев этих наливаек в депутаты идут. Ну, я не знаю, мне рассказывают, что идут владельцы наливаек, в депутаты идут. Ну, как это может быть? Ну, людям расскажите, кто они. Ну, это же не бизнесмены. Это люди, которые уничтожают наше население, нашу молодежь. Я не знаю, мне кажется, меры должны быть решительные. На очередной сессии областные депутаты во втором чтении примут закон о том, что реализация спиртного станет возможной в зале обслуживания площадью от 70 квадратных метров, а не 50, как было ранее. Мы говорили о том, что эта инициатива должна соседствовать с инициативой, которую нужно вынести на федеральный уровень. Нам нужно получить полномочия на региональный уровень для регулировки времени торговли в многоквартирных домах, вот в этих помещениях, чтобы мы и площадью зала регулировали, и временем. Глава региона призвал активнее подключать к решению вопроса депутатов Госдумы, а также членов Совета Федерации, которые представляют в федеральном центре интересы северян. 30 новых точек роста откроются в школах Поморья в новом учебном году. Ключевой задачей таких инновационных центров стало создание качественно новых условий для обучения ребят современным технологиям, расширение их круга озора и возможностей для творчества. Насколько ожидания совпадают с реальностью, смогли убедиться школьники Архангельской Новодвинска, где точки роста появились в один день. «Дайте мне точку роста, и я переверну землю». Перефразировать Архимеда здесь вполне уместно. Инженерные таланты и тягу к естественным наукам такие центры развивают у ребят по всей стране. Теперь точка роста есть и в Новодвинской гимназии. «Я думаю, что открытие точки роста – это сильный рывок в образовании в Новодвинской гимназии и в Новодвинске в целом». С учителем информатики трудно не согласиться, ведь точка роста на стыке наук. Теория здесь тотчас закрепляется практикой, оборудование одним внешним видом увлекает школьника, так что равнодушным нельзя остаться. Кстати, если первые точки были ориентированы на развитие технического творчества, то в последние годы внимание уделяется предметам учебной программы. «Это возможность повысить квалификацию учителям, это возможность приобрести новые знания, умения, навыки и детям, в том числе по предметным областям физика, химия, биология, физиология, экология. Мы видим, что приходит новое цифровое оборудование, которое сегодня задает новые направления в системе общего образования». А в 93-й школе открылась уже вторая по счету в Архангельске точка роста. Благодаря этому отремонтировано три кабинета – информатики, биологии и технологическая лаборатория, а также рекреация третьего этажа. Закуплены новая мебель и оборудование. «Я скажу, что 10 из 10. Я с таким сталкиваюсь впервые. Для меня это все новое. Я очень интересуюсь и буду развиваться в данной сфере». И предшествующий опыт у ребят уже есть. В рамках социального проекта 93-я школа сотрудничает с фондом «Фора Тех» по программе киберсоциализации «Скилл-Сити. Город цифровых навыков». Теперь горизонты расширились. «У ребят появилась огромная возможность заниматься робототехникой, конструированием. Также будут проводиться дополнительные занятия по технологической направленности». Точек роста этой осенью в регионе появилось три десятка, а общее их количество перевалило за сотню. И в ближайшие два года правительство Поморья планирует открыть в школах еще почти 100 центров. Все в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Артемий Заварзин, Эдуард Контьевский, регион 29. В Архангельской области продолжается досрочное голосование. В помещениях участковых избирательных комиссий по 10 сентября выбор могут сделать те, кто в единый день будет отсутствовать дома. На данный момент известно, что досрочно уже проголосовало тысяча человек. Это 0,3% от общего числа избирателей, которые включены в списки. Идет и подготовка к основному дню. Это воскресенье, 11 сентября. Подготовка идет в штатном режиме. Проверены все избирательные участки на соответствии требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Все участковые избирательные комиссии находятся сегодня на местах. И приступят уже к голосованию досрочному с 7 сентября. В день голосования, как я уже говорил, будет голосование обеспечиваться с 8 утра до 20 вечера. Напомним, в единый день голосования в регионе пройдет 18 избирательных кампаний. Это в большинстве выборы в Советы депутатов. Всего зарегистрирован 581 кандидат. 77 из них – самовыдвиженцы. В школах области продолжается декада солидарности в борьбе с терроризмом. В ее рамках проходят тематические уроки и классные часы. Просмотры фильмов с последующим обсуждением. Вот как это было в первой школе Архангельска. В 2004 году весь мир потрясла страшная трагедия в Беслане. Прямо в День знаний тысяча человек оказалось в заложниках террористов. Думя днями позже в результате теракта больше 300 человек погибли. 186 из них – дети. Беслан – трагедия, которую никто не забудет. Спустя 18 лет событий, тех дней вспомнили в первой школе Архангельска. Акцию памяти организовал Центр Патриот. Эта акция направлена на то, чтобы взрослые помнили об этом, дети знали об этом, были более ответственными к себе и следили за своей безопасностью. Особенно в наше неспокойное время. На протяжении трех дней террористы держали у заложников детей, их родителей и учителей в нечеловеческих условиях. Жертвы не могли даже выпить воды. Участники памятного мероприятия присоединились к акции «Капли жизни», которые призывают символически поделиться водой с теми, кого уже нет с нами. Детей нужно воспитывать на наших страницах истории. Это очень важно, поскольку они должны знать, что есть такая опасность, есть такое явление, как терроризм. И нельзя быть равнодушным, никаким проявлением каких-то вот таких, да, агрессивных действий. Они должны помнить о том, что детство очень небезопасно. С 3 по 14 сентября в Архангельске проходит декада солидарности в борьбе с терроризмом. Школьники примут участие в конкурсе «Чечецов Беслан», память которой не будет конца. Запланирован квест «Антитеррор», показ в школах и общественных организациях фильмов и роликов, рассказывающих об ужасах, что творили боевики. Цель акции – помните, сделай все возможное, чтобы подобное никогда не повторялось. На данный момент это все, о чем успели рассказать я и мои коллеги. Еще больше актуальных тем в вечернем выпуске. До встречи в 19 часов ровно. Продолжение следует...